Ольга Грибанова, глава девятая Рассвет был серым с металлическим отливом. Мои руки еще помнили тепло маленького тела мангуста, А сердечки мои уже заметили потерю. Мангуста у моей груди не было, ушел. На душе было черно, если ушел, значит, жив, Если жив, значит, я спас его, рискуя собой. Воспоминания о вчерашнем пожаре, об огненной змее, Хватавшей меня за пятки, на миг ослепила и ударила Так, что я охнул от боли. А он ожил и ушел, вот так все здесь они. Грифон на спину закинул, унес за три девять земель И бросил. Пес довел до вершины и убежал по своим песьим делам. Слон только на хоботе покачал, А потом развернулся с широким своим задом ко мне и ушел. Леопард за руку цапнул и заставил бежать до изнеможения. А невидимка из тумана вообще не вылез, Слова доброго мне не сказала. О босле и динороге даже вспоминать не хочется, Так унизительно это было. А синица, которая червяками кормила, А альбатросиха, которая чуть не убила меня, сбросив со скалой. Что за мир? Злой, холодный, равнодушный. Я сидел на серое пепло траве, Смотрел на черные деревья с обугленными голыми ветками И плакал. Слезы. Тогда были кровь и слезы. Теперь мои руки и ноги покрыты бурыми корками, Ожогов на крови нет. А слезы есть, сколько хочешь. Но какие-то они, не горькие, А противные, как мекстуры от кашля. А я еще идти куда-то обязан, По пути какому-то. Да что ж я нанялся куда-то без конца идти? Иду который день, а конца этому нет. Когда выходной-то у меня будет? А что там с отпуском? И что на этом конце пути меня ждет? Куча морковки? А хорошо бы еще вспомнить, ради чего я куда-то иду. Ведь шел же зачем-то. Полз, карабкался, бежал, летел. Может, тонуем? Как там Грифон говорил? Повернись спиной к своему пути, и все, ты дома. А где у меня дом? Ну вот это забыл. Куда спиной-то поворачиваться? Я прям завыл от обиды и бессилия. На серой траве лежала моя угольно-черная тень. И подсказывал, что на белесом небе над моей головой светит солнце. Оно и впрямь светило, но мертво и холодно, как люминсцентная лампа. Я обвел руками колени, сжавшись в комок. Хотелось согреться или, наоборот, замерзнуть, заснуть и больше никуда не идти. Да, так, пожалуй, лучше. И я приготовился заснуть. Но кто-то уже шел сквозь чащу. Я слышал, как со стеклянным звоном ломались и падали обгорелые ветви. Как мягко и коварно ступают тяжелые лапы по невидимым мне тропинкам. Ну, кто еще? Не хочу. Нет. В этих тяжелых лапах прячутся острые кинжалы когти, а в пасти острые кинжалы клыки, которые схватят меня за руку, и я стану беззащитен. Мне надоело спасаться. Сердца мои проснулись и ёкнули. Я поднял голову, обернулся, ношу шагов и в ужасе вскочил. Ищаще надвигалось на меня чудище. Огромное, мощное, львиное туловище. Венчала морда собаки с полыхающей огнем гривой. Глаза чудища светили едким красным светом. Огромное, мощное, львиное туловище. Огромное, мощное, львиное туловище.